В разных районах нашего города стоят в снегу забытые и разбитые автомобили. Регулярные рейды и заявки от горожан помогают выявить на улицах окружной столицы брошенную технику и вывезти ее с придомовых территорий. Юлия Казначеева продолжит тему. Годы идут, а обращения от жителей города об автохламе продолжают поступать. Брошенные старые автомобили одиноко стоят в сугробах и придают общей картине города неухоженный вид. Автовладельцы оставляют на придомовых территориях свои разукомплектованные машины и тем самым нарушают правила благоустройства Наринмара. Только за 2020 год отделом муниципального контроля было убрано 40 машин. Еще порядка 12 планируется убрать и отправить на утилизацию в ближайшее время. В случае фиксации разукомплектованных транспортных средств, конечно же, мы устанавливаем сначала собственника. Направляем запрос в МВД. Если собственник установлен в МВД в описании со сроком исполнения, Если же собственник не установлен, мы размещаем информацию на сайте администрации города в надежде, что собственник объявится. Подобная проблема есть и в поселке Искатели. По обращению граждан и представителей власти там даже был разработан план по борьбе с автохламом. За прошлый год было убрано 10 автомобилей. По поводу автомобилей, значит, брошенных, да, у нас заключен договорчик с предпринимателем. Он предоставляет нам услугу. Значит, мы туда вывозим, там оставили ее. Услуга платная. Ваш автомобиль там находится на территории, и после этого, значит, вы можете его забрать. Ну, заплатите деньги и заберете этот автомобильчик. Вот таким образом. Если на брошенном автомобиле отсутствуют госзнаки, то он признается бесхозным и переходит в собственность муниципалитета. Если же номера на машине есть, на помощь муниципалитету приходит ГИБДД. По госномерам устанавливается владелец автохлама. После чего муниципалитетам выдается предписание об уборке автотранспортного средства. Если владелец игнорирует предписание, то пакет документов направляется в суд. Как же сдавать разукомплектованные машины? Напоминаем, что металлические каркасы засоряют придомовые территории, придают им неухоженный вид и мешают работе снегоуборочных машин. Кроме того, оставленное имущество во дворах является нарушением правил благоустройства на территории Наринмара.